У нас необычная задача. Скорее всего необычная. Так много зелени и так много солнечных зайчиков. И надо сказать, что она вам понравилась в голосовании, поэтому я думаю, что она вам понравится и на холсте. Пишем сегодня речушечку, закутанную в листья, в деревьях, в зелень. Итак, чтобы писать зелень, зелень как бы хитрая штука. И когда мы зелень пишем сразу с зеленых, она невкусно звучит. Мало того, зелень нуждается в том, чтобы было как можно больше цветовых и тоновых нюансов. Кроме самих листиков, которые требуют частичной прорисовки, должны быть еще цветовые проявления. Скажем, свет на зелени лучше чуть преувеличивать его оранжевость. А тень у зелени чуть преувеличивать ее синеватость. Синеватость в тени это рефлексы неба на теневую часть зелени. А свет оранжевит, поэтому и зелень, которая попадает на свет, оранжевит. Очень важно этот мотив показывать для того, чтобы усилить эффект света и тени. И уживописнить, уинтереснить. Очень часто на фотографиях свет и тень слишком откровенно зеленые, едко зеленые. И, конечно, от этого надо в живописи уходить. Скажем, в живописи классической у импрессионистов зелень именно так преувеличена. Теневые больше синят и даже часто фиолетовят. А световые оранжевят, хотя на фотографиях мы всегда видим, ну или в натуре мы всегда видим, все-таки не оранжевая зелень, а зелёность. Но мы преувеличиваем как художественный элемент. Итак, подкладкой под зелень, чтобы она не была только зелёной, скучно зелёной, мы можем задействовать. Вот я взял разбавитель, взял белило, взял розовый-синий, получился фиолетовый цвет. Плюс коричневый и вот какой-то такой цвет земли, землистый цвет. Вот с него и начнём наращивать. Опять все те же ингредиенты. Нужно нарастить вещество краски на холл. И охру можно добавить, кроме коричневых. Она даст такой солнечный, солнечность подкладки под зеленью. Вы видите, я сверху вниз гоню вещество краски. Не вот так закрашиваю, а наоборот, сбрасываю влагу на холст. Густота краски, ну где-то такое гуашевое состояние густоты. Я думаю, что практически все в детстве рисовали гуашью, по принуждению или самостоятельно. И, я думаю, понятна идея гуашевости подкладки. Синий, розовый, белила, коричневый и охра. Условный цвет земли и сухонькие веточки, сухонькие листики в подкладке. Везде, где у нас зелень. Оттого, что краска влажная, она очень скоро станет. Разбавитель улетучится. И произойдет становление вещества краски. Она не будет уже так скользка и непредсказуема в прикосновениях. Я даже специально даю вот эту вот мазочность, чтобы эффект множества создать. То есть, как бы натаптываю мазочки. Есть, на палитре, если у вас есть черный, то вы можете немножко с чернотой наполнить теневые проявления. Вот эти вот мощные касания воды к суше. Там у нас земельное и синька чуть-чуть. Синька даст эффект тени. То есть, рефлекса неба на теневую часть. Чтобы черному не было здесь одиноко, пусть он появится еще где-нибудь здесь. Ну, а потом и в стволах. Уже какая-то цветовая завязка происходит. Берем больше белил. Прямо палитру устраиваю на толстеп. И синее небо. Синее или голубое. Наверное, все-таки голубое. В связи, где помигивает голубизна воды. Чуть-чуть подложим этот цветик. Можно заглянуть на палитру. Как выглядит палитра на этот момент. Вы видите, гор краски нет. Краска все время замешана и запущена на холст. То есть, нет гор. Коричневизна в данном случае становится каркасным цветом. Несмотря на то, что мы пишем очень зеленую картину, но именно коричневизна станет каркасным цветом. Она будет везде вымигивать, как могла бы вымигивать охра. И очень часто вы видите на классических картинах вот это жизнь охры в подкладке. Светлые зайцы. Чуть-чуть можно вот так обозначить. Чуть-чуть, чтобы уже настроение освещённых кусков почвы произошло. Можно дать краске встать и продолжить. А можно прямо сразу вплавлять опять же на палитру голубая ФЦ и жёлтая. Можно изумрудную и жёлтую. Изумрудную и охру. Голубую и охру. То есть, у кого что есть на палитре, можете задействовать. И вот таким почёсыванием, чиркательным почёсыванием, начинаем набирать зелёность зелени. И под ней мигает вот то, о чём я вначале высказал. Высказал идею почвы внизу и идею сухих листьев и веточек вверху в виде вот этих рыжих пятен. Рыжими они, конечно, стали относительно зелёного. Как бы немножко антиподы цвета. От этого появляется живописность решения. Вот это вот чиркательное движение, которое, к сожалению, не сразу даётся. Но стоит его освоить, потому что им можно мгновенно накрывать огромные поверхности, решая вопросы множества ускоренно. Плюс появление фактуры на холсте это элемент художественный. Масло любит фактуру. Поэтому нагнетание фактуры будет очень очень кстати. На эту фактуру опираясь краска, даже это тоже станет скоро, в течение часа-двух. И можно уже будет на такую вставшую краску ещё более рыхло накладывать новые и новые. Редактор субтитров Корректор А.